Снова змеевой вал. Снова этот березняк возле, недалеко от Грузского, примерно на полпути от него. И сейчас будем смотреть, что ж тут осталось после грибников. Может быть какие-то белые еще заваляются. Находим березнячок небольшой. Ну вот, пока что небольшой улов. Пожившие такие себе бабки в таком березовом лесу. Там поле может быть. Ближе к полю может быть грибы боятся заходить в лес. Там вот справа змеевой вал. Змеевой вал во всей своей осенней красе. Пока только бабки. Вдоль дороги нагрузка в такой незрачной лесополосе. В общем-то уже пошли польские. Пошли польские. Их тут немного, потому что место такое посещаемое, но в принципе польские грибы сейчас уже пошли. А видать белые уже отошли, потому что сегодня ни одного белого я не собрал. Как обычно вечерком я прогуливаюсь в Копьевский лес, это близко совой, и в общем-то в этом березняке обычно я собирал белые грибы. Да, поддубники есть в этом лесу и маслята тоже очень классные, но я тут не за ними. По крайней мере хотя бы за белыми польскими или бабками польские там в основном лесу будут. А, ну вот одна бабка. Ну что ж, возьму ее для своей сегодняшней коллекции. В других лесах я насобирал их больше. Одного белого я нашел. Маленький, еле приметненький. Белый гриб. Белый и одна бабка по итогу. Естественно маслята и поддубники я не собирал, хотя они довольно-таки приличные, но я уже устал с ними возиться. Поэтому на этом заканчивается мой сегодняшний маршрут. Сюда, в этот березняк, перехожу через пойму Копьевского ручья. Желаю всем грибной погоды, хорошей погоды вообще, мирного неба над головой. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok